Хочу продемонстрировать как наглядный пример разницу в работе кулачков ускорительного насоса и самих слонов на карбюраторе Solex. В частности, пролить их. Для этого использую я простую обычную банку. Для этого ее сначала предварительно нужно смочить бензином стенки, чтобы она была смоченная бензином. И вот для начала, хочу я, вот у нас флажок номер 7 здесь, и его производительность, и не только производительность, вот например с двумя слонами, это штатная 83-я, и вот он есть, слон с Нивы. Смысл всей демонстрации заключается в том, чтобы за одну установку, за записи, то есть без монтажа, показать, как пролит был слон 83-го карбюратора и Нивовского. Вот они наши слоны, сейчас вот может видно, не так вот один, вот он второй, ну не знаю, как там будет хорошо видно или нет. Вот штатный. Сначала начнем со штатного 83-го, мы его устанавливаем в карбюратор, вот я не вот скажу, если лежу. Так, банка предварительно смоченная бензином, чтобы не исказить результат. Перед проливкой я вот пару раз его нажимаю, чтобы заполнить систему самого носиков, и все такое, ну то есть то, что я вытаскиваю. Ставим банку сюда, и проливаем, нажимаем пять раз, как было продемонстрировано в видеоролике, нажимаем пять раз на газ. То есть вот она банка, вот сейчас, и вот, раз, два, три, четыре, пять. Ну вот он у нас объем, некий объем тут топлива, шприцом, вот он шприц, хочу заметить, то есть он пустой, вытягиваем его отсюда. Аккуратненько его оттуда извлекаем. Все до последней капли. Ну, конечно, тут в любом случае буквально пару капелек останется, но это все в пределах погреться. Поэтому я и говорю, что банку предварительно смочить нужно бензином, ну и емкость, в которую вы это все будете проливать. Ну, банка, мне было проще банку взять. Ну вот. Ну вот, в принципе, то есть все. Вот он у нас, вот оно у нас топливо. Подгоняем. Сейчас, сейчас тут. О. Ну вот тут чуть-чуть, буквально маленький воздушный пузырек. Вот он, там вот воздух, может видно, не видно, вот сейчас я покажу, что там. Ну вот, буквально чуть-чуть вот у самого, вот там вот у самого входа, там маленький пузырь, то есть вот эта вот часть не заполнена. Теперь смотрим, сколько он нам дал. Вот он нам дал. Видно здесь, что пять кубов. О, очень хорошо видно. Так, теперь то же самое мы его сюда, опять иголку. О, шприц сухой, банка сухая. Теперь то же самое мы делаем с слоником от Нивы. Одинарным хоботом, то есть опять, чтобы нельзя было сказать, что я там другой какой-то взял. Ну вот, статный слон, обычный. Ставим. Так, опять пару раз, чтобы он заполнился. И теперь, тоже в банках все пустой, проливаем аналогичным способом. Пять раз. Значит, раз, два. Три, четыре, пять. Вот я отпускаю газ. Тоже, вот оно наше топливо. Аналогичным способом его оттуда извлекаем. Ну, в принципе, можно сказать, что мы все извлекли. Вот ничего тут нету. Теперь то же самое. Проверяем. Вот он, наш маленький пузырек у воздуха. Ну вот, буквально чуть-чуть он там... Сейчас, где он тут. Вот, может, видно, там немножко болтыхается маленький пузырек. Даже можно его чуть-чуть уменьшить. Ну вот. Так. Смотрим, что он нам показывает. Ага. Ну, тут пузырек чуть-чуть надо. О! Смотрим, что он нам показывает. Он нам показывает... Те же самые пять кубов. Единственное, что, к сожалению, у меня здесь вот сейчас есть и посмотреть. Кривая вот эта вот штуковина у меня. Сейчас я попробую его подкрутить. Сейчас вот мы его... Чтобы подкрутить. Вот эту вот... Чтобы она была более ровным. Вот опять его. То есть, количество топлива. Вот воздух. Ну вот оно. То есть, он нам показывает те же самые пять кубов. Здесь разница вот в этих вот делениях. Ну, шприц уже такой пожеванный. То есть, там в пределах погрешности. Ну вот оно. Количество то же самое. Что два носика 35 на 40. Что один на 45. При том, что флажок здесь стоит семерка штатный. Количество топлива, которое вливается через систему ускорительного насоса, то же самое. В чем здесь разница? Я уже рассказывал в предыдущих видеороликах об этом карбюраторе. Дело в том, что система ускорительного насоса, именно на Солексе, в отличие от Азона, Вебера, К-151, она не имеет дополнительного канала с жиклером, который стравливает, то есть, перепускает часть топлива, который находится под мембраной, назад в поплавковую камеру. Здесь система сделана, то есть, она простая, в одну сторону стоит два шарика. Вот то, что шарик на ускоритель на самом Слонике, он предотвращает попадание воздуха, когда мембрана отходит назад, и чтобы заполнить ее топливом. То есть, шарик падает вниз, перекрывает отверстие, канал, и туда, именно через сами Слоники ничего не попадает. И точно такой же шарик стоит там внутри, в карбюраторе, запрессован в канал, который работает точно так же, но только наоборот. Когда нажимается газ, он перекрывает канал, то есть, идет на мембрану усилия, и топливо ничего не стравливается в поплавковую камеру, а все вытесняется через нос ускорительного насоса, через Слоники. И количество, которое подается через мембрану, регулируется исключительно профилем кулачка. А Слоны, в чем разница? В том, что они, имея разную пропускную способность, они вливают одно и то же количество топлива, но за разное время. Так как здесь два Слоника по 35 и 40, у них пропускная способность общая, большая, и они те же самые 5 кубов вливают относительно быстро. Нивовский Слон, он имеет пропускную способность 45, и он то же самое количество топлива вливает, но только с более затянутым интервалом по времени. Как я уже показывал ранее, здесь на мембране присутствует демпферная пружинка, и когда резко идет нажатие на газ, из-под мембраны не может все топливо мгновенно уйти. Там стоит демпферная пружинка, создается усилие, и по мере того, как выходит топливо через Слон ускорительного насоса, оно его поддавливает и вытесняет топливо. Разница здесь будет, вот я сейчас хочу продемонстрировать. Я сейчас назад ставлю 83-й карбюратор, то есть, 83-й слон, вот он, так, здесь у нас, ага, вот. Надеюсь, струйки будет видно хорошо. Вот я сейчас его несколько раз прокачаю, так, и вот я хочу, ну тут, конечно, мерить это дело, допустим, секундомером, но это будет все в пределах погрешности, потому что тут, ну, очень точное должно быть замерение. Но, по крайней мере, это будет видно на глаз. Я нажимаю полный газ, вот сейчас, то есть, раз, струя, то есть, с небольшой задержкой, то есть, обратите внимание, вот я нажимаю газ, заслонки уже открыты, но после того, как они полностью их открыли, там еще с какой-то задержкой продолжает идти топливо. То есть, оно вытесняется из поплавковой, то есть, мембраной, этой демпферной пружинкой. Теперь мы то же самое делаем. Ставим Нивовский слон. Вот он у нас, Нивовский слон. Так, сейчас мы пару раз качнем. И вот теперь хочу обратить внимание на задержку. Вот, подемонстрирую. Задержка, как я полностью открыл газ, после того, как я, ну, заслонки полностью открыты, задержка, с которой топливо истекает из слоника, по сравнению с 83-м двойным, задержка дольше, то есть, по времени, по времени он работает дольше, потому что у него пропускная способность меньше, и он тоже самое топливо заливает, заливает, но через чуть большее время. Вот она разница. Вот опять. То есть, полный газ. Еще раз. Задержка идет. По времени. Поэтому, вот на этих карбюраторах, вот именно с такой конструкцией карбюратора, количество регулировать, количество, которое вливается в отпускной тракт, именно количество регулируется при помощи именно профиля кулачка. Поставить сюда другой кулачок, четверку, сейчас я тоже это поставлю, продемонстрирую. Количество, вот, и через четверку. Количество будет больше. А задержка по времени, чтобы топливо подавалось в нужный момент. Я в теоретическом пояснении о карбюраторах-то конструкции, что касается конструкции и просто теоретической работы. Я этот момент более детально описывал, что при резком нажатии на газ, то есть у вас здесь, грубо говоря, он в какое-то количество топлива вливает. Ну, вот, если за пять раз он пять кубов накачал, ну, значит, один кубик топлива. Грубо я скажу. То при резком нажатии на газ этот кубик топлива должен быстрее попасть во впускной трак, то есть без задержки, чем если его растянуть на время, на полвремени. Потому что я еще раз хочу продемонстрировать. То есть вот вы нажимаете резко газ, и вот какая-то доля времени, которую льется, льется струя при полностью выжатом дросселе по задержке. Она уже не нужна. Там начинает работать главная дозирующая система. Струя уже там не нужна абсолютно. А в первоначальный момент, когда вы даете полный газ, из-за малой пропускной способности именно самого слона, он не может пропустить просто большое количество топлива. Из-за этого может появляться и появляется провал. Теперь я то же самое хочу продемонстрировать с кулачком номер 4. У меня здесь вот вот он стоит. Сейчас я покажу. Он дувать будет больше. где он, где он, где он, где он. А, нет, не видно. Короче, вот он. Вот здесь номер 4. Так. Семерку мы отсюда извлекаем аккуратненько. Ставим четверочку. Вот, кстати, семерка здесь была. У меня старый здесь стоял. Честно. Короче, семерка. Теперь то же самое прольем с четверкой. Ну, здесь у меня сейчас стоит Нивовский слон. 83 у меня просто сторон. И вот с него и начнем. Так, есть. Все там заполнено. Те же самые пять качков. Но струя на Нивовском слонике, то есть на четверке, то есть четверка дает больше, естественно. И задержка по струе будет еще больше. Вот по сравнению даже с семеркой. Хочу продемонстрировать. Я сейчас нажимаю полный газ. Задержка по времени здесь видно даже на глаз, что значительно больше. сюда. Выливаем. Сейчас добавим немножко бензинчика. У меня кстати бензин 92 обычный. Лучше проливать всегда бензином. То есть в реальных условиях. Потому что растворитель, если он летучий сильно, он может испаряться. Где большая, где небольшая будет погрязненно. Вот то же самое. то есть банка пустая все. Я ее ставлю. И что мы делаем? Пять раз. То есть раз до полной остановки струи нужно. Два пока не остановится. Три четыре пять смотрим наше топливо вытаскиваем его извлекаем подвозь. вот у нас. Так. Так. ну вот я все отсюда вызвел. Так. подводим его. маленький пузыречек у нас. Смотрим что у нас получилось. Из-за погрешности корявости шприца у меня грубо говоря получилось здесь шесть кубов. Ну даже может чуть больше шести кубов. здесь. Так. Вот оно. Теперь то же самое проливаем на восемьдесят третьем на восемьдесят третьем слоне. Ну там не ловский мы отсюда возникаем. 83 ставим. Пару раз его есть. Сидит хорошо. Четверочка наша. Так. То же самое. Вот он у нас банка. Так. Задержка уже здесь меньше. Потому что пропускная способность то больше. Три. Четыре. Пять. Вот. так. То же самое. Извлекаем его. Вот туда. Вот. извлечено. Теперь. 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 Вот. Чуть-чуть назад встаем. Вот. Так что за. О. Тут маленький пузыречек у нас. Сейчас. можно чуть-чуть уменьшить его. пузырек. И смотрим чего у нас получилось. Вот. У нас получилось те же самые шесть кубов. Ну чуть больше шести кубов. Я говорю шесть кубов. Потому что дело погрешное. чуть больше. Вот. теперь. Касаясь вопроса почему проливая слоны в предыдущем в том видеоролике в котором я видел у автора получились разные значения немножко конкретно там у него получилось сейчас это солью у него получилось что конкретно 83 дал 5 кубов на семерке а который Нивовский 45 он дал 4,5 а дело в том что то есть тут все банально просто дело в таком мелком несоблюдении условий то есть если газ резко понажимать я хочу продемонстрировать то есть это тот же самый 83 так но если мы не будем ждать пока закончится струя то есть то что из мембраны вытесняется то естественно топливо которое выльется сюда, его будет меньше. Вот я хочу протестировать. То есть, если я резко буду нажимать и не буду ждать, пока вытечет все, топливо вытеснится из мембраны. Раз, два, три, четыре, пять. Производим замер. Все, что можно было, все я... Так, и вот теперь мы... О! Вот хочу заметить. То есть, у меня тут вообще, то есть, даже тут воздух чуть-чуть болтается. У меня вообще получилось сколько? Где-то три куба. Но это же не есть проливка. Нужно ждать, чтобы полностью система сработала, вытеснила все топливо из мембраны, то есть, которая там пружинкой поджимается мембрана. Тогда будет полная проливка. В реальных условиях. Теперь момент следующий. Вот у меня карбюратор, я поставил назад в семерку. Так. Я его ставлю. Но только ставлю я уже вот этой вот частью, которая привод идет на заслон. Ну, то есть, чтобы с этой стороны, чтобы видно было. Мы берем 83-й штатный слон. Вот он. Я просто хобот завернул его наверх. Что я хочу рассмотреть? Я хочу рассмотреть и продемонстрировать работу карбюраторов при движении в городе. Вот вы едите в городском цикле или даже по трассе, но в спокойном, скажем так, эконом режиме. У вас движение все осуществляется только за счет того, что я сейчас сюда не воски вставлю, чтобы он просто не разбрызгался. Только когда вы нажимаете газ до открытия второй камеры. То есть, вот дальше второй камеры, но второй камерой вы не пользуетесь. Вот только вот до открытия второй камеры. То есть, на первичке. Значит, что я хочу продемонстрировать. Слон, как я уже показывал ранее, то есть, они вливают одинаковое количество топлива, но количество вливаемого топлива, то есть, регулируется флажком, но зависит, естественно, от пропускной способности, его по времени. Как оно быстро заделается. Теперь рассмотрим такой вариант. У нас с вами движение только на первичке. Но слон двойной он всегда будет вливать в обе камеры. Вне зависимости. Открыто за слон, нет, не закрыто там за слон. Что я делаю? Вот я его сюда вставляю. Так. Специально я хобот отвел немножко, ну, немножко, а вообще вверх. Я сейчас его пару раз качну. Вот, то есть, видно, что я такая хорошая. Теперь я беру шприц. Специально у меня маленький шприц есть. Ну, так как объемы очень маленькие, я хочу просто показать, чтобы меньше погрешности было. Теперь я его открываю полностью, так? Ну, вот где-то так. Ну, вот он пустой, там ничего в нем нет. Воздух просто. и насаживаю его на хоботок. Вот сюда. О! Вот так вот. Оставляем. Теперь делаем те же самые пять качков, но без полного открытия дросселя, то есть, сымитировать работу карбюратора на первичной камере. Вот вы ездите. Вот я хочу прощать. Раз, два, три, четыре, пять. Так? Вот мы. Теперь мы снимаем. И вот сюда аккуратненько. О! У нас тут есть некое топливо. Вот сейчас я специально подведу его под почти под ну вот у меня, то есть, там буквально в самом верху. Сколько у нас тут получилось топлива? Ну, тут метку видно плоховато. В общем, видно. Вот она отметка. Вот тут два. Вот здесь вот у меня единица, но она уже просто стерлась. Сейчас я возьму что-то, чтобы показать. Вот она. Где она тут была? Вот тут вот единица была. То есть, посередине она уже стерлась. То есть, если это один, ну, то есть, ну, скажем так, один и два кубика топлива или даже один и три. Ну, то есть, в пределах погрешности. Ну, скажем так, один и два, один и три. Вот один и два, допустим, остановимся. Один и два топлива, которое врывается через носик вторичной камеры. То есть, ну, вот через вот этот вот хоботок. Которое это топливо попадает на дроссельную заслонку, которая в этот момент закрыта, потому что езда производится, то есть, вы на частичном дросселье, именно на первичном камере. И вот это вот, вот эти вот один и два кубика топлива у вас через второй слон, они попадают на дроссельную заслонку, закрытую. при этом, как ускорительный насос в качестве ускорения, для чего оно и предназначено, он никакой роли не выполняет. То есть, топливо активно участвует именно в ускорении движения автомобиля, только которое вливается через 35-й нос. Сейчас его достанем. Только через 35-й нос, вот через этот вот носик, вот оно участвует в разгоне автомобиля. Остальное топливо, вот эти вот 1,2 кубика, оно попадает на дроссельную заслонку, закрытую. Потом, там есть, естественно, щель, и оно в качестве капель с задержкой, то есть, сначала на заслонку попало, пока оно там растеклось, скапало, и оно с задержкой, уже когда автомобиль произвел ускорение, оно с задержкой попадает во впускной коллектор. Во-первых, оно попадает в виде капель. Размешивание, перемешивание с воздухом у него, естественно, хуже. То есть, это идет капель, это повышение токсичности, это повышение ненужного расхода топлива, и топливо это никакой полезной работы не совершает. Из этого будет провал. Провал этот ликвидируется, в частности, в базарах продается, то есть, или там знатоки, ну, как знатоки, то есть, те, кто занимается, говорят, что вот, поставь себе сюда четверку, тот самый, флажок, и картина поменяется кардинальным образом. Вот я снимаю семерку, ставим четверку. С четверкой действительно, вот если вот так вот ничего, блин, пыль стоит, если так вот ничего не делать, с четверкой действительно провал исчезает. За счет того, что четверка еще больше вливает топливо, то есть, оно идет и в первый слон, и во второй, и потому, что второй слон, он, естественно, еще больше туда дает топливо, топливо уже более, то есть, масса, если топливо больше, оно, естественно, быстрее попадет за заслонку, стечет и пойдет в двигатель. То есть, из-за этого провал исчезает. Но все равно это не есть верная работа карбюратора. Но я хочу продемонстрировать. Опять то же самое, то есть, шприц, он пустой, я его открываю, вставляем сюда, вот он. Сейчас. И то же самое мы делаем пять раз нажать до открытия второй камеры. То есть, вот, раз, но подождать нужно, то есть, два, три, четыре, пять. Снимаем. Смотрим, сколько нам четверка влел. Ну, вот он. Ну, четверка нам влел чуть больше. Если у меня было там где-то один и два, то сейчас где-то один и шесть может быть. но чуть больше. Вот провал этим делом он не устраняется, то есть, он не становится отзывчивым на педаль газа, как он должен быть. А, ну, просто провал становится меньше. Можно ездить. Вот, пожалуйста, наглядный пример, что приводит к ненужному расходу топлива. если, поэтому я и предлагаю, я уже рассказывал в теоретическом пояснении, почему, откуда бы взялось два слона. Если бы была на вторичную заслонку своя система с ускорительным насосом, со своей мембраной, со своим приводом, и которая включалась бы исключительно при том, как задействуется вторичная заслонка, вот эта система была бы правильной. Она бы обеспечила и прием отличный, и расход топлива на минимуме. А так, в этой ситуации это топливо просто, ну, скажем так, вылетает с трубу. Иногда бывает, что вот эта вот часть, где заслонка регулируется, она немножко изнашивается, приклюпывается, и заслонка становится, скажем, очень плотно прилегает к стенкам, там прямо въедается. И вот есть такое явление я встречаю очень часто, человек по городу ездит вот на таким вот частичном газу, то есть туда топливо идет, идет, но оно оттуда не вытекает, потому что заслонка перекрыта. И когда он дает в какой-то момент полный газ, или чуть больше, чем первичная камера, то вся вот эта вот ванна, вся эта лужа идет в коллектор, из-за этого очень здоровый провал. Это будет и свечи будет заливать, и провал будет, и естественно перерасход топлива будет. А в том, чтобы там ванна собралась, достаточно пару раз тронуться, то есть со светофора пару раз погазовать, а потом нажать полный газ, и вам будет провал. То есть вот и все, будет собираться лужа. Поэтому я и рекомендую, я экспериментировал с этим делом, я пришел к выводу, что самый оптимальный вариант это двойной слон, заведенный в первичную камеру и отрегулированный так, чтобы струи не били нигде, не задевали о стенке или о заслонку. Но это было сказано, и рассказано, показано в предыдущем видеоролике. И флажок привода семерка, потому что его в данном случае можно и четверку поставить, но это уже штатный двигатель с объемом от 1,2 до 1,7 в джигулевские штатные. Даже с более-менее я ставил широким ну как широким 44-й распредвал на 1,7 моторе с восточной головкой. Вот этого слона 35 на 40 с флажком семерка, но отрегулированным в первичку полностью хватает для того, чтобы удовлетворить работу двигателя. Нет никаких провалов, ни задержек, ничего. Нет того перерасхода, что я показывал ранее. Есть слоны, которые имеют 40 на 40 пропускную способность или 45 на 40, ну может там 45 на 45, то есть вариантов много. Их уже такие слоны можно ставить, но это уже индивидуально подбирать под какой-то двигатель, либо с более там серьезным широким распредвалом, или у которого объем достаточно большой. То есть это уже индивидуально нужно настраивать. А штатному двигателю что 83 карбюратор, что 73 карбюратор, штатный двигатель вот этого дела хватает. Даже если вот этот двойной слон поставить на 73 или даже 41 карбюратор на УАЗ, там объем 2.4 2.9 при нормальной регулировке вот этого вот дела, если мотор штатный, в принципе, не в принципе, а хватает полностью, то есть нет никакого дискомфорта по провалам или еще почему-либо. Вот это я и хотел показать, наглядный пример провести. кто у кого есть желание, может подобную процедуру проделать лично, здесь нет ничего сложного, здесь нужен шприц и емкость. Но емкость, я еще раз хочу сказать, нужно использовать, ну, я использую стеклянную банку, предварительно смочив ее бензином, потому что если в сухую банку залить бензин, то часть бензина осядет на стенках, ну, смочит ее. Ну, чтобы эксперимент был более-менее нормальный, чтобы погрешности очень большой не было. Пожалуйста, можете попроверить. В данном видео я продемонстрировал на практике путем проливки слонов, как нерационально используется топливо на том же 83-м карбюраторе и всех остальных модификациях, где слон заведен в вторичную камеру. Что касается проливки, я использовал обычный способ, то есть то, что я проливал таким же способом, то, что я увидел в одном видеоролике на ютубе. Единственное, что корректировка была в том, что нужно было при нажатии ждать, пока полностью вытеснится топливо из-под мембраны. Поэтому результаты у автора получились того ролика немножко разные. Также результаты могут быть разные, если, допустим, карбюратор старый и попала какая-то грязь, или шарик скоррадировал в самом перепускном механизме, который запрессован в карбюратор. То есть, меняя слоны, там часть топлива, если к шарику он скоррадированный, то есть, он плотно не прилегает и часть топлива назад вытесняется через него. Очень мало, естественно, но все равно вытесняется в поплавковую камеру. Тогда тоже результаты могут быть разные. То есть, когда пропускная способность больше, топливо быстрее через слоны уходит, когда пропускная способность меньше, то есть, она меньше в общем через слон подается, потому что часть выходит в поплавковую камеру. Я продемонстрировал здесь штатные слоны это 35 на 40 и 45 невоски. Есть также 40 на 40, там 45 на 40, можно делать 45 на 45, в общем, вариантов там много. Но пропускная способность слоника обеспечивает хороший впрыск топлива в самом начале в ходе дроссля, то есть, в самом начале открытия. Но по итогу не влияет на количество топлива, которое в общем, которое вливается. На количество отвечает флажок. Конкретно разница между семеркой и четверкой, почему я рекомендую ставить именно семерку. Я продемонстрировал в видео про карбюратор 40 сейчас четвертый, это показывал наглядно. То есть, чтобы не повторяться, просто одно и то же не дублировать. Я здесь напомнил, что семерка имеет более, скажем так, сбалансированный ход при нажатии на газ, то есть, до открытия вторички и потом еще раз открытия вторички. Например, та же самая четверка, она имеет ход несколько другой, то есть, он в начале при ходе первичной на первичной камере он дает много, а потом он дает очень мало, когда открывается вторичная взломка. Так выполнен профиль кулачка номер 4. Профиль кулачка можно самому подогнать под нужные режимы, но это нужно, что касается подгонки кулачка, то есть, настройки. В дальнейшем я планирую сделать такое видео представить несколько вариантов, но скажу так, что для обычного штатного мотора, для обычного использования, вот штатная система, кулачок номер 7 и двойной слон 35 на 40 в первичку хватает отлично, то есть, полностью удовлетворяет требования по ускорению, то есть, именно по вливанию топлива, как на моторах начиная от 1.1 там Таврии, допустим, или 1200 до 1.7 спокойно.